Здравствуйте, уважаемые зрители канала Деревенская жизнь на хуторе Дни Казачки. Дождь идет, утро сейчас, время где-то около 9 утра. И я себе сказала, Таня, хватит умничать, тебе пора снимать влоги. Каждый день мы проделываем столько работы в деревне, которая остается за кадром. Каждый день я себя гоняю, я раздаю телятам сено, выгоняю коз, сейчас привожу в порядок сад, параллельно там что-то копаю на своем участке, параллельно сижу в ютубе, готовлю обеды на свою семью, на своих троих детей, на мужа. И в общем, все такое прочее, все это остается за кадром. И вот я себе, как я говорю, уже сказала, хватит, Танюха, умничать, давай, иди вон, работай. То есть я сейчас живу на двух отдельных беговых дорожках. По одной дорожке я бегу и делаю свои повседневные дела, а вторая дорожка у меня свободная, и там мое второе и я, что-то там для себя планирую. Не надо сломать, не надо паники, это мой последний день на Титанике. О, и вся любовь снимаю патики, это мой последний день на Титанике. И вот это моя параллельная жизнь. в двух мирах. Добром не кончится, это я вам точно говорю, что-нибудь я спланирую, я уже себя знаю. Глянь, хотела козам арбузы дать, они не хотят. Я ворот не открыла, они сейчас сожру к яму. Ну точно, когда они успевают грызануть это все, одному богу известно. За этими козами не углядишь, стоит им вот чуть вырваться, когда они успевают. Я вообще без понятия. Я обнаружила, что несколько стволов моих яблонь, они уже успели грызануть. И в общем, у меня по плану побелить деревья, хоть и дождь. Я вчера начала белить, яблонь у нас много. Вот, у нас старые яблоня. Я думала, что на них черный рак. В общем, я не знаю, что это такое. И мне сколько советовали побелить их в зиму. Вот первый раз я собралась белить деревья. Я купила известку, купила гашеную, купила негашеную. Сейчас надо погасить извести и побелить. Вот это все, несмотря на дождь. В общем, сегодня будет влог, конкретный влог о делах в деревне до обеда. Бросаем коз, бросаем все, коровы. Коровы пошли не туда. Идем с бонкой их заворачивать. Наверное, я бы считала, с 13 должно быть. Так, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вон еще одна скачет. Все. С коровами мы разобрались, и я пришла домой. И теперь у меня по плану развести известь. У меня все время на утро всегда есть планы. Им нужно следовать. А потом очень хочется отбивных. Я говорю, очень хочется отбивных. И мы поедем в райцентр. Хочу мясо купить с свининой. И сделать отбивные. И вот я говорю, свой день я, конечно, обязательно планирую. Не по перчатку, а дело. Без этого ничего не успеть сделать. Это абсолютно точно. Потому что у нас и коровы. Мне нужно еще вечером я делаю сыр. Днем я облагораживаю участок. Но самое интересное, что пока суть до дела. Я сейчас собралась белить известкой деревья, пока есть время. Дело в том, что я уже говорю, у нас, я так думаю, что в саду заболели старые яблони. Я думаю, что это черный рак. Вообще, кто его знает, вот здесь неудачный. Я хотела сучок не оторвать. Но хотела я его отрубить. И получилось, что я оторвала кору. Замазывать надо глиной с кровяком. Но вот здесь навоз. В общем, я вам мазанула. Может, перезимует нормально. Вот, у нас в феврале такое яркое солнце. И кора деревьев лопается. И пуско всему известь, она же обеззараживает. И я вот боюсь, конечно, за молодые свои деревья. И первый год я решила побелить стволы. Не весной, как это обычно делается. У нас вообще стволы деревьев принято белить на Пасху. А Пасха в мае. И по идее, никакого эффекта от этого, кроме красоты, нету. Потому что стволы в нашей местности белят совсем для другого. Не только для обеззараживания, но и для того, чтобы в феврале месяце... Чтобы в феврале месяце, короче говоря, когда яркое солнце не обжигало, не лопалась кора. Она днем, когда яркое солнце расширяется, а потом мороз, короче говоря, она сужается. И получаются лопины. И всякая зараза туда прилипает. Но это все ладно. Деревья сейчас покрашу. Там еще эти яблони стоят. Камера стоит в горчице. Сейчас я вам покажу. Я вообще сторонница органического земледелия, конечно. Мне жалко всяких букашечек, червякашечек, которые растут, живут в земле. Вот. И самое главное, что сейчас у меня все-таки решился вопрос по поводу того, где я буду брать рассаду на весну. Я, судя по всему, если ничего мне не обломается, покупаю замороженную землянику Фриго напрямую от производителя, с этих западных питомников. Естественно, все это подтвержденный сортовой материал. Я буду приобретать 4 или 5 сортов. И вот мне, конечно, у меня всегда осеняют меня идеи, как бы поздновато. Что касается дизайна, что вот по поводу вот этой своей земляничной плантации. Вот. Поздновато-поздновато, как бы не готово. Там партия большая. Видимо, у меня даже, может быть, и некуда будет ее надевать, потому что там минимальная партия 250 корней. Но зато там оптовые цены. А у меня, знаете, еще со времен магазина сохранилась такая дурацкая привычка. Я всегда ищу первоисточник. Сижу ли я в интернете, мне всегда нужен первоисточник. Всю информацию перепроверяю. Покупаю ли я что-нибудь где-нибудь. В общем, я не люблю перекупал, не люблю посредников. Я всегда стараюсь выйти напрямую, либо на производителя, либо, я еще раз говорю, на первоисточник. Ну, в общем, я вчера делала видео про сайты, где что можно брать. Розы там всякую рассаду. И вот на одном из этих сайтов я планирую, но я боюсь говорить, что я сделаю это точно. Но все-таки я планирую заказать землянику. Возможно, хвойники. Ну, в общем, посмотрю. Я сейчас созвонилась с менеджером. Сказали, что это вполне возможно. Ну и вот. Это очень хорошая новость для меня. Если вот это все побелить известью, то грибок распространяться не будет. У нас во дворе 18 яблонь. Одна груша. Ну, что-то она у нас никак не идет. У нас начинает расти, потом пропадает. Вот. И сейчас мне осталось побелить еще пять штук. Ой, ну вот. Вот как такое могло случиться. Смотрите. А как же я теперь красить буду все перчатки в извести? Зараза. Придется за перчатками, за другими идти. В общем, эта известь у меня не гашеная. Есть. То есть я уже купила ее не гашеную. А есть вот это порошки извести. То есть нет, наоборот. Это известь гашеная. Я ее купила гашеную. Просто взвела водой и все. А есть еще известь негашеная. А я давала телятам уже. Или это коровам? Слышишь? Не слышит. Вот. И, короче говоря, если когда начинаешь гасить известь, нужно брать металлическую посуду. Я как-то попробовала загасить ее в пластмассовом ведре. Мое ведро расплавилось совсем. Так, ладно. Ну что, без перчатки пока буду. Это мой последний день. И у нас в саду еще вот можно в листве найти ямлочки. Вон та часть сада, в которой в садах надо траву еще убирать. Вообще у меня по плану было, вот где идут ряды вот этих яблок. Вот. Я хотела там посадить газон. Так как у меня теперь есть газонокосилка, я могу за ним ухаживать. Вот. То я собираюсь здесь посеять. Вот здесь, где я стою, рост чеснок. Вон там на горизонте топинамбур. Вот эти кусты. Вот. Это топинамбур. А дальше там такая куча навоза, вываленная. Ну ее, наверное, год полтора уже. Вот ее нужно раскидать. И на этом месте, на этом участке. Вот я и собираюсь посадить эту клубнику. Один сорт, во всяком случае, клубники фрига. Видимо, пойдет сюда. Другой туда, третий туда. Я еще раскорчевываю малину. Вот. Удаляю ненужную. И там тоже должна быть клубника по плану дизайнера. Там должна быть клубника. Жду елки. В общем, вот. Просат огород. Вот. Все. Я пока буду работать. А потом, когда настанет время нам ехать в райцентр, за свининой надбивной. Не хочу говядины, надоело. Вот. Я тогда включусь. Вы скажите, вам вообще нравятся влоги? Я вот, например, люблю смотреть. Многие блогеры снимают именно влоги про то, как прошел их день. Что они делали. Меня всегда интересно смотреть. Всякие закупки. Знаете почему? Потому что их жизнь как бы не похожа на мою. Ну и естественно, я как бы, мне же интересно, так заглядываю. Что они купили, как купили. Ну и все такое прочее. Ой, а что ж вы мне не сказали, что я вся в известке. Я, оказывается, вся заляпалась. Но я чувствовала, что он у меня капает. Но я думала, это дождик. А это, оказывается, известь. Вот такой вид это все приобретает. Сейчас я вам покажу. Это дерево с черным налетом. Образовался он прям буквально за одну зиму, года четыре назад. И вот с тех пор на молодые яблони он не переходит. Вот сейчас вот одна яблони все-таки тоже с этим черным налетом. В общем, я думаю, что это то, что я сказала, черный рак. Может быть, это не то. Сейчас я вам покажу. Может, кто-нибудь более знающий, чем я, скажет, что это такое. И что тут вообще можно сделать. Вот, смотрите, ствол. И видите, все остальное желтое, а это черное. Вот кто знает, что это. Видите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А справа от меня росла картошка белорусская. Вот я ее выкопала и посеяла горчицу. Вот эта вся полоса горчица. Она на вкус такая прям остренькая. У нас обещали, короче говоря, весь декабрь 4, 6. В общем, около нуля крутится температура. И оно все хорошо, конечно, что тепло. Еще как бы времени в запасе остается. Но все грязно. Вот эти полы уже сдолбали. Видите, на веранде. Сейчас я помою полы. И, видимо, мы поедем в райцентр. Я камеру просто на подоконник поставила на веранде. Рад уж показывать влог. Так показывать. Здесь у нас полка с рабочей обувью, которую мы используем для того, чтобы на улицу выходить. То есть добрая обувь, в которой мы выходим в люди, она в другом месте находится. Здесь всякие тапки, собаки, сапожки. В общем, всякая ерунда. Валенушки. Вот. И поэтому вообще сейчас делают два входа в сельский дом. Один парадный, а другой такой, хозяйственный. Вот. А у нас совмещено. Это очень неудобно. Потому что у парадного входа стоят всякая наша обувь. Вот эта грязная вечно. По идее, должно быть два входа, если жить цивильно. Цивильно у нас жить не получается. Мы же все-таки деревня. Куда ты приденешься? И плюс еще нужно убрать на плитке, которая перед входом в дом. Куда ты приденешься? Ну что, наступил уже обед. Время полтретьего. Мне осталось сделать только отбивные. Пока все дела мы поделали. Пока съездили в райцентр за свининой. Свинину я взяла липецкую. Наша свинина с нашего комплекса мне не нравится. Раньше была липецкая свинина. Неплохая. Да, эта, кстати, там по-моему, пермская продавалась. Вот. Взяла карбонат. 300 рублей за килограмм. Хочу я отбивных. Сейчас по-быстренькому сделаю. У меня есть. Сейчас покажу. Зеленые помидоры. Бочковые. Пока мы ездили в райцентр за мясом, я поставила отваривать рис. Пришла дочка, она за ним приглядела. Короче, у нас уже есть гарнир. У нас есть помидоры. Осталось разобраться со свининой, что мы сейчас и сделаем. Я зашла в кафе, который там находилась рядом, и купила еще вот плюшки. Вот такие сладкие. По-моему, они 20 рублей стоят. Или 17. И вот такие рогалики с повидлом. Это детям, которым будет нужно ждать, пока я пожарю мясо. А ну и сейчас мы приступим. Так, что мы здесь имеем? Как бы мне с этим совсем разобраться? Вот это сразу отрежу. Так. А это нарежу. Вообще хорошо бы, если бы мясо было хоть чуть-чуть примороженное. Оно бы тогда резалось очень хорошо. Я не знаю, как это правильно назвать. Может быть, это, конечно, будут и отбивные. Я не уверена, что я их буду отбивать. Может, буду. Я собираюсь их обжарить, а потом чуть-чуть потушить. Возможно, даже в духовке. В электрической. Потому что это будет быстрее. Это пригодится нам на котлеты. Так. Вот с этим мы сейчас будем разбираться. Так, я вообще не уверен, что у меня есть отбойный молоток. Поэтому я сделаю вот вот есть ради молотка. не знаю, кому как. Она меня иногда находит, что я хочу именно конкретное мясо. Вот хочется курицы все. Как бы ты ее не стремился заменить говяжьими котлетами, ничего не получается. Пока ты не купишь и съешь курицу, ты будешь ходить голодным. Не знаю, кому как, а у меня такое переключается. Вот хочется очень отбивных. Но я думаю, домашние тоже не будут. Я уже поставила сковородку на огонь греться. Я не знаю, может быть, строго говоря, это нельзя назвать отбивные. Но один солмой будет вкусно. Яйца все солю, перчу. И очень съесть хочу. Так, солим. Перец у нас свежесмолотый. Ну, вернее, почти свежесмолотый. Малову я его сама лично. В кофемолке за отсутствием кофе мы молим, мелем. Молим или мелем, как правильно сказать? Перец. Так, время до 15.03. Сейчас я пожарю мясо. И мне еще нужно будет выкопать 6 кустов малины и отправить их сегодня посылкой. Так, как получилось, что еще один заказчик, где малина была. Вот. То есть, мне еще нужно идти копать и паковывать их пяти часам. Мы принесем дочку музыкальную школу, так сказать, репетиться в каком-то концепте, в общем. Вот. И целый час будем их там ждать. В это время я отправлю в посылку. В посылку. Вот так и только 6 часов. Как бы мы немножко угомоним, приедем домой. Сын пригодит. В это время пророст. Их надо будет подавить. И меня еще ждет сыр. Вот так. И вот благодаря такому распорядку дня, конечно, может быть, он и русский для кого-то, я, например, имею возможность выписать выписать с Европы элитные саженцы и земляники. Где-то ты теряешь, как говорится, а где-то ты находишь. Теряешь ты, конечно, свободное время. Вот. А находишь дополнительные возможности. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А тут пять. Так, ладно, тихо, тихо, тихо. Так, ладно, Так, ладно, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. А, соленые. И в бочке. Ммм, это мои помнёры. Кумбы, с грядки. Я вверху солила. Месяц, не помню, месяц, сколько-то месяц назад. Но они уже вот так в кафтеле, в бочке. Ммм, к свине его, самое то. А их пока не мешается. Хорошо. Значит, мы будем отбивать следующее мясо. Вторая порта нашей свинины. Первый я выложила на противень. И дошло, когда будет готово вот наша вот эта вот пустя положила. и все это запечем в буковку. Выкладываем на просенье, вставим, в пределах в буковку. ссыпаем сыром. Домашним. Очень вкусным. Немножко присаливаю, потому что не досужу. Выливаю соус, в котором жарился все. И чуть-чуть воды. И ставим все в зиму в духовку. Вот такое мясо у нас получилось. И сейчас мы попробуем сделать всегда обед. Кладем рис. Рис, честно говоря, у меня что-то как-то не очень. Какой-то он не слишком рассыпчатый. Кладем отбивную. Вот так. А где помидоры? Что, ни одной помидору уже не осталось? Иди в погреб за помидорами. Пока я зевала, все помидоры мои скушали. Иди за помидорами. Один. Ну, почему один? Тарелку принеси. Что делать нам с одним помидором? Есть. Ну, как и так получается? Наша свинина с рисом и с помидорами. Всем приятного аппетита. И на этом я заканчиваю свой рассказ о сегодняшнем обычном дне деревенской семьи. и всем пока. Не, ну вообще, я снимаю, что наш день еще не закончится. В общем, мы к пяти часам время, между прочим, еще пяти лет, половина пятого. К пяти часам мы везем ребенка в музыкальную школу на репетицию. И будем нам целый час с лишним ждать, пока эта репетиция захочется. За это время нам хочется отправить посыл. Одну посыл. Такая у нас дорожка. Ну, раз тоже, да, значит, плюсовая. А вот когда мы ездили несколько дней назад, вообще, минусов вообще не давали. А это уже минусы четыре ночью. И к концу недели. И не ездить. Так, ну это я так не успею на огород, если скоро будут минусы. Это въезд в наш районный центр с соседнего хутора. Можно съехать с Московской трассы по центральному, так сказать, по центральному въезду. А можно уехать в такой. Такой, окольными путями. Вот здесь речку мы ехали. У меня есть видео такое классное с прошлой зимы. Там такие крупные-крупные ледины плавали. Здорово они плавали. Здорово это плавали. Провали. Провали водили, можно сказать. Вот сейчас посмотрите. Я, в принципе, покласса на этот лес уже как раз сейчас старость не лакует. Малайки у всех ехали. У нас лаври полно велосипедистов. А дороги для их движений вообще не предназначены. И они узкие. Тут для машин-то еду и разъезжают за велосипедистом. Сейчас ночью едет. И фонаря у него. Светоотражающий полоски у него на культу, да? Сейчас мы их проехали. Ни переднего, ни заднего. Вообще никакого этого самого фонаря, ни фары. Вот как его можно вообще глядеть? Это велосипедиста. Не знаю. У меня когда дитя ездило, у него этот аккумулятор там стоял. Или динамо чуть-чуть, чтобы надо его спеть стоял. Динамо. Передняя, задняя фара. Все работает. Потому что это очень опасно. Вот он, наш районный центр. Кстати говоря, я отремонтировал памятник Ленину. Вот. Давно я заметила табличку повесить. По-моему, раньше ее не было. Написали, знаешь, что написали? Идеи Ленина живут и побеждают в городе. Это вот как раз на банке всякие пошли. Вот банки халва подают. В смысле карта. Всякие центры занятости. Вот это наша крутая карта рабочая крестьянская. Сколько я помню, у нас всегда существовал. Единственный светофор на всю Илубу. Можно сказать, что мы приехали. Здесь рядышком музыкальная школа. В общем, все-все-все-все у нас находится в центре. И вот этот центр и есть. Очень все аккуратно у нас. Все красивенько, все чистенько. Наш районный поселок. Прям такой картиночный тип, я бы сказала. Вполне себе приличный. Мне нравится. А, и пешеходы у нас еще бегают, машины бросаются. Они переходят дорогу, особенно в центре, там, где им заблагорассуются. То есть им не обязательно идти по зебре, вот кому-нибудь втемяршится, попереди дорогу, там, где ему нравится. И он переходит, а все машины тормозят. Так мало того, пешеходы настолько уже к этому привыкли, что они даже не смотрят, тормозят ли машину. Вот она пошла, бросилась на дорогу. И ты, короче, выглядываешь, чтобы ее не сдавить. Так, а на почте, кажется, народу нет. Пойду я посылку быстро отправлять. Что я пришла? Не верю, что ли? Да блин, они, оказывается, уже неделю, у них ни один компьютер на почте, говорит, не работает. И что теперь? Говорит, надо было, типа, позвонить. Ну, со своей почты, с местной отправлять. До часу они только посылки там принимают через компьютер, представляешь? Ну, и завтра. Завтра с нашей местной почты будем отправлять мою посылочку в мешке. Крапок у них тоже нет. Эх, ни удачи, ни задачи. А я не знаю, что теперь, час с лишним. Что, сидеть будем, ждать? Ну, а что ты хочешь, домой поедешь, а потом назад? Ничего не хочу. Ложись спать. Час с лишним. Кошмар. И темно, и даже придумать ничего нельзя. К радежу поехали. Там хоть освещение, стоять светлее. Обалдеть, не встать. О, какая машина приехала. Не наши. Все, машинами забиты. Вообще, глянь, ни одного места. Вот, вот, смотри, давайте сюда уступимся. За людьми будем наблюдать. Кофе хочешь, там, в банкомате кофе продают. Хочешь? Не в банкомате, а там, кофематный, как он там называется. Извинись. Или шоколад, или что-то здесь. Давай. Думаешь, он слопает эту молочевку. Ну, я не знаю, спрашиваю, принимает молочевку. Не знаю, сейчас посмотрю. Он здесь милкин, наверное, точно принимает. А? Здесь Юренькин, наверное, точно принимает. Подойдешь к нам. У меня 50 рублей есть. Ладно, пойду. Двойной шоколад. Кофе вкусный. Это не кофе, это какао. Двойной шоколад написано. А, кофе-склад, ну да. Ну, вот он сейчас навстречу мне попался. Ну, ну, че. Он стакан понес. Автомат опять заряжать. А, его это хозяйство? Ну, его не его, но во всех полученных заряжает. Наобслуживаться. 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 Стоим мы, а рядом стоит машина. В 50-й регион продают картошку. В 50-й это откуда? В Липецк какой-нибудь? Какой? Не, не там был. В 50-й регион. Это откуда? В Подмосковье. Ну, в общем, короче, вот продается картошка. Я не знаю, почему. Раньше было 17 рублей в килограмм. Когда он vistся, я не знаю. Я знаю.